Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем выпуске «Деревья в пустыне. Миф или реальность?» В каждом выпуске «Климат-контроля» мы показываем, сколько климатических беженцев появляются в течение недели. Это те люди, которые вследствие нарастания климатических бедствий вынуждены были покинуть места своего проживания, нажитое материальное благо, чтобы спасти свои жизни и жизни окружающих их людей. Как говорится в докладе учёных AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле эффективные пути решения данных проблем. В современном мире глобальных климатических изменений нельзя ручаться ни за одну пять земли ввиду проявления новых экстремальных аномалий природы, представляющих опасность даже для относительно стабильных районов проживания. Другими словами, от всевозможных растущих рисков никто не застрахован, и климатическим беженцем уже завтра может стать каждый из нас. А что если уже сегодня начать готовить территории для климатических беженцев и будущих переселенцев? Предлагаем ознакомиться с одной из разработок учёных по выращиванию деревьев в пустыне. Такие своевременные шаги смогут помочь решить проблему с размещением климатических беженцев в период нарастающих катаклизмов. Устройство под названием Grosses Waterbox было разработано голландским изобретателем Петером Хоффом. Изобретение представляет собой бесполивной инкубатор, собирающий воду из ночной росы или осадков и позволяет питать растения длительное время. Состоит из цилиндрического корпуса, в котором находится до 15 литров воды. Форма крышки позволяет захватывать стоки воды и направлять внутрь корпуса. При возникновении обилия осадков лишняя вода вытягивается с помощью специального клапана. Конструкция Grosses Waterbox предотвращает испарение воды, сохраняя постоянную температуру корневища и защищает растения от палящих солнечных лучей, а также от мелких грызунов. Устройство обеспечивает условия, благодаря которым отпадает необходимость в создании посадочной ямы. Саженец крепится на тканевой или картонной подложке внутри контейнера. Каждое устройство предназначено для посадки двух саженцев. Технология Grosses Waterbox позволяет выращивать деревья в самых экстремальных условиях. В течение пяти лет устройства были расположены в пустыне и бывших карьерах. Общей площадью 65 гектаров в количестве более 20 тысяч штук. Из высаженных 55 тысяч деревьев выжило 80-90%, хотя ранее этот показатель не превышал 5%. Регулярный контроль за ростом растений производился дронами-беспилотниками, сканирующими участки высадки при помощи тепловизоров. Стоит отметить, что первое устройство было изготовлено из пластика, но затем пластик заменили на переработанный картон, что очень удешевило производство устройства. Если вам известны и другие технологии выращивания растений в пустынных условиях, присылайте на почту info.sobakageocenter.info. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможности реализации данной технологии и использования ее для выращивания деревьев в экстремальных условиях. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefisscience.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективной пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА